И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала! Татьяна Павловна, пора вылазить. Нам снимать. Выходи. Ребят, привет! Мы нашли новую классную штуку. Это одна из новинок. Детский вигвам палатка. В общем, мы ее точно уволоким с собой, потому что под ней можно летом валяться и работать. Сейчас я вылезу и все расскажу. Так, прежде чем ты вылезешь, мы сфотографируем. Угу. Как вы уже поняли, мы сегодня пройдемся по новинкам. Да, мы не ожидали, их оказалось такое количество. Кстати, я здоровалась? Мне кажется, нет. И для тех, кто первый раз попал на наш канал, мы неугомонны и просины. Я Татьяна за операторским пультом Дмитрий. По совместительству мой супруг. Какое шесть? Ну уж не знаю, сам решай. По совместительству действующей службы доставки товаров Ikea в городе Саранск. Мы знаем про Ikea намного-много больше, чем любой среднестатистический покупатель. И даже больше, чем сотрудники в магазине. Пойдемте сразу ближе к делу, а то опять сейчас начнем философствовать. А я люблю философствовать. Давайте лучше в процессе, я уже показал. Давай. Палатка-ховлик, просторная палатка, ткань, стопроцентный полиэстер, каркас, массив сосны, воск, соединение полиуретан. Значит, смотри. Где? Сейчас смотрю. Места занимает реально мало, можно убрать под диван, под кровать. Еще, знаешь, было бы хорошо, он как-то сворачивался, как зонтик. Это нет штучки такой, как хлястик вот этого. Ты знаешь, как будто бы есть. Вот, да, 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 чтобы похоже, да? Да. И иди сюда. Сюда же дизайнеры кинули подушки Бэнк Камрад. Орнамент точки 90 на 53 сантиметра. Тысяча рублей. На самом деле, что бы предложила я? Сейчас мы дойдем до детского отдела. Там есть детский матрасик, метр двадцать на шестьдесят, стоимостью 600 рублей. Его более чем достаточно использовать к данному вигвамчику. Ну, только, соответственно, нужно будет какой-то чехольчик на него придумать. То есть это будет потверже, потолще и покомфортнее. Так, у палатки четыре ноги. Очень классный, актуальный, в этом сезоне очень актуальный цвет. Плюс есть два окошечка. Нет, Дим, вот эти веревочки, они были вот для чего. А чтобы открытый был, да? Да. Но какие-то они странные. Походу, надо будет посмотреть инструкцию. В общем, кто уже успел сие чудо цапнуть, рассказывайте. Покажу. Мы однозначно с собой заберем. Вот, честно говоря, двое детей среднего возраста могут легко поместиться в этот шеллаж. У нас старший дочь таких же параметров, как и я. Я совершенно спокойно залезла, пока Дима настраивался, там даже повалялась. Пойдем еще кое-какую штучку классную покажу. Единственное, только Дим, я не нашла третью баночку. Емкость с крышкой, расцветка кот разноцветной, плуг, хест, металлические. Здесь такие вот котики и здесь котики. Хорошая плотная крышка. Хотите под какую-то мелкую картелярию, можно под девичью бижутерию использовать. Но вообще интересно смотрится на столе. Так, а сижу я за мальмом. Так, здесь новинок больше нет, погнали дальше. Кто-то любит АСРУ от меня. Вот это покрытие новых диванов. Бэк седа. В предыдущих новинках мы про него рассказывали. Темно-синий, появился цвет бежевый. Цвет реально классный. Сочетание, размер тоже классный. Вот я смотрю сейчас по мониторку. Прямо очень хорошо передается. Вот этот розовинок, вот этот оттенок розового. Да, прям вот. Как есть, так и есть. Вот он так и будет. Ну покупать, не покупать, ребят, решайте сами. Ткань вообще огонь. Мы, в принципе, в предыдущем обзоре про него рассказали. Синтетика на синтетике. Вот сравнили, вот кто-нибудь даже помнит, такие мешковины. Вот раньше в советское время было мешок вот такой. Вот ты хотел бы немножко так это проводочку по магазину сделать? Вот у меня примерно таксильное ощущение, когда я трогал вот этот же мешок. Тогда, когда-то, в советское время. В детское? Да. Ну примерно такая же ткань, только у этого дивана. Очень жесткая и колючая. Муж, ты столько сожрешь? Я столько не ем. Коллекцию все уже раскупили. Всем она уже понравилась. Всех она уже у всех дома, а к нам только приехали. Ой, классный стол, ребят, реально. Металлический поднос. Складывается для компактного хранения. То есть здесь мы, получается, раскручиваемся. Ну это не новинка, это, можно сказать, новинка для Нижнего Новгорода. Для Нижнего Новгорода. Да, имеется так. По факту это новинка февраля. Просто к нам это только приехало. Это стол сервировочной «Льювары», заграниченной, красивой, восточной коллекции. Значит, ножки у стола раскручиваются, компактно складываются. Слушай, не буду сейчас бомбить, а то дизайнеры уже косят сходят. 62 на 32, поднос съемный. Муж мне сказал, что он... Вот я вижу еще подносик под журнальным столиком овальным. Вон там подальше будет. Сейчас дойдем. Он, мне кажется, уже был, да? Погоди. Так, значит, смотри, иди сюда. Здесь прорезиненные стопора. Вот здесь. То есть долбить не будет. Да, и... Довольно-таки плотненько сидит. И очень удобно, но тяжеленько. То есть вдвоем надо. Это вот пустой тяжеленько. Ну, не то, что тяжеленько, но напряжно. А если нагруженный, уже можно не допереть. Скамейка Норткиза, ребята, это по факту не новинка. Их очень долго не было в продаже. Я знаю, у нас есть любители бамбука, кто любит эту серию. Так вот, вот эту скамейку Норткиза очень можно использовать еще как сидушечку к туалетному столику Норткиза. Ну и, соответственно, использовать не только как сидушку, но и полноценный стол журнальный. Как удобно вам. Стоит он 6 тысяч рублей. Это неушибаемый бамбук 80 сантиметров. Так, пойдем дальше. Что ты там увидел? Ты какого подносика тут? Подносик. Ой, этот подносик из массива давным-давно уже продается. Эта девичка не новиночка. Пару лет уже точно. Ну все, идем дальше. Мы в отделе письменных столов и столов. Сейчас покажем несколько новых предметов. Один из них это обновленный стол Алекс, который к нам вернулся. Очень надеюсь, что теперь он не будет облазить, с ним не будет слазить краска. Кстати, как выглядит старый стол Алекс, вы можете посмотреть в обзоре Room Tour в городе Видное на улице Завидное у Алины и Ромы. 100 на 48. Высота у нас. Давай покажем новинку, не новинку. Размер стал новинкой. Варианты. Белая морилка, под дуб, серо-бирюзовый, черно-коричневый. Нишиша себе сколько цветов выпустили. Давай теперь смотреть. Давай. 100 на 48, письменный стол. Сижу на самом бюджетном сейчас кресле пластиковом. Два выдвижных ящика. И вот такой большой короб под все провода. Это один из плюсов стола Алекс. На самом деле, вот такой размер можно использовать как рабочий макияжный стол, потому что хорошая ширина. Но со стационаркой места будет мало. Хотя, думаю, это альтернатива Мике. Возможно. Мике пошире чуть-чуть и подлежь. Угу. Так, пойдем еще покажем Алекс другого цвета. Угу. Угу. Ну и покажем. Вообще, цвет очень классный. Вот этот серо-бирюзовый Алекс. Он сочетается сейчас и с кухонной мебелью, с линейками. Тот есть подобные фасады. И с беста. То есть, можно уже обыграть гостиную и столовую, кому актуальную, в определенных тональностях. Красивый матовый цвет. Вообще, в принципе, тумбочка Алекс, штука на самом деле интересная. С ней можно делать кучу вариаций, как со столом, так и дополнительно. И все-таки, вот вы видели рум-тур, который мы снимали у Натальи Гвоздевой, у комнаты психолога, особенно я. Наташа использует данную тумбу уже почти год. И у нее она битком забита всевозможными материалами. И применяет она их даже в виде мини-шкафчика хозяйственного, который нужно применять у нее в кабинете, потому что места другого нет. Так, смотри, Алекс теперь с колесами, о чем я говорила в прошлый раз, но колеса еще не было тогда в магазине. Комплект стоит из колес 400 рублей, это четыре колеса. Отдельных здесь нигде нету. Ну, в принципе, это стандартный. Ну, колес отдельно же приобретатель уже в комплекте теперь. Отдельно 400 рублей стоит, хочешь, насаживай. 400 рублей, четыре колеса, то есть 100 рублей колесо. Классическое колесо, в принципе, довольно-таки плотненькое. А не схожи ли эти колесики как со стульями вращающимися? Схожи. Потому что у них есть особо интересный механизм, когда колесик под нагрузкой, оно не так сильно катается. Нет такое вот тут? Ну да. Потому что у кресла, когда вы сядете на кресло, там у колесико там специально стука, что оно антиоткат идет. Вот смотри, вот так катается, а вот если толкаю, оно катается уже по-другому. Ну не знаю. Поживем, увидим, как говорится. На самом деле это очень удобно. Особенно если говорить про здоровый толпу, алекс на колеса и катай куда хочешь. А, нет, это Микки. Мне очень хочется найти алекс черно-коричневый. Дима, иди снимай, я дальше облизываться буду, как красиво. В общем, ребята, мы в отделе кухни, линейка Нере Блуд, естественный. Ткани у нас хлопок и пенька. Обалденно просто. Конечно, не знаю, как это будет с точки зрения эксплуатации. Вижу, что Дима, как повар, губаве кривит, понимая, что все это будет в жиру. Не оно это. Да. Но, вы знаешь, какой-нибудь такая кухня в стиле Рустик или для чего-то другого. Можно не для кухни, кстати, да, использовать? Возможно. Такие вот классные аксессуары. Давай разбираться. Значит, контейнер Нере Бу. Ширина восемьдесят половины. Больше никаких размеров нет. Сто семьдесят рублей. Вешается он вот на такую навесную полку с рейлингом. Либо, в принципе, на любую поверхность, куда вы хотите. Димка, дни, пожалуйста, камеру повыше. Подвесная секция для аксессуаров. Один, два, три, шесть карманов. Фактически. Это на пояс повар увешать. Да? Вот это да. Это я понимаю. Это я согласен, да? Стоит оно пятьсот рублей. Размер длина шестьдесят сантиметров. Ну и визуально где-то так на сорок примерно. Так, вот это у нас сумка. Прикольно. Это куда? Я не понимаю вот этот стиль. Ну красиво, дай поблизываться. Не ворчи. Пятьсот рублей стоит эта сумка. Размер сорок восемь сантиметров. Да. Ну мне вот нравится. Я не знаю. Вот, ну честно, домой бы не взяла. Только, ну может быть взяла, но не на кухне. Потому что на кухне, нет, это не про нашу семью. А, так, давай дальше смотреть. На ребру. Крючок. А, вот она. Кстати, здесь есть металлическая планка. 399 рублей. Подвесной модуль для хранения. Размеров, к сожалению, нема. Но, с учетом того, что практически по полке, где сантиметров 25. И вот здесь деревянная планочка. Ты знаешь, я где, наверное, это вижу? Больше в ванной. Да. Вот тут уже, уже что-то, да. И интересно, и необычно. Более в ванной, чем кухня. Как раз в вашем тюбике повесить шесть штук в ряд. И твои тоже. И твои теперь тоже. В последнее время я тоже стал. Дима проводит над собой эксперимент. Социальный. У нас в сибирском здоровье. Меня попросили подписчики говорить так, потому что у всех есть ассоциативный ряд. Ну скажи, что-то бионетика. Да, в общем, Дима сказал, что ты, зараза, молодеешь. А я старею. А я нет. Он обиделся. Потребовал купить такой же крем, как у меня. Такие же вещающие средства. Бионетика – это крем по уходу за лицом. Жидкий ботокс для лица. Уколы колоть не надо. Активирует свои стволовые собственные клетки. Вырабатывает гиалуроновую кислоту, коллаген и подтягивает полностью всю моску. Поэтому специально я не буду лезть в кадр в течение месяца-двух, а потом посмотрим разницу. Теперь мы не отдуваться, да? Все показывать, рассказывать. Эксперимент должен быть экспериментом. Так и живем. Кстати, новинка – не новинка. А можно я так буду называть? Новинка – не новинка. Потому что это новинка, но не новинка. Тильредо – консоль для СВЧ. Раньше это была Ольгот. Потом Антониус. Теперь Тильредо. Тильредо. Можно я язык сломаю на чем-нибудь просто? Сталь, пигментированное покрытие. Дим, мне нужна твоя техническая экспертная оценка. Да, пожалуйста. Смотри, вот я так до сих пор и не понимаю, нахрена это надо? Как сюда можно хорошо и крепко закрепить микроволновку? Я предполагаю, еще должна быть сверху защитная веревочка затягивающаяся. Нету? Это все. Я почему тебя спросила? Потому что когда можно открывать дверку, ты ненароком все равно ее можешь сдвинуть. Люди покупают. Оно не резиновое. Вот это покрытие, оно натурическое. Вот, то есть она просто ставится и все. Люди, Дим, покупают. Да. Домой вешают и возвращают через неделю обратно. У нас возвратов по ней дикое количество. Но ради безопасности все равно должен быть хомут затягивающая микроволновая пища. Я тоже так считаю. Потому что она стоит только, извините, на честном, добром слове. И вот я просто знаю, какая у нас Алена, уже микроволновка бы лежала сверху на ребенке. Поэтому, ребят, тут смотреть вам. Если у вас у кого-то, кстати, есть старая из линейки Антониус, которая стоила 700 рублей, на 100 рублей она подорожала, расскажите, как вам. Пожалели, не пожалели. Потому что, ну, у нас реально, это такой антитоп. Люди берут, говорят, ну, нет, нам вот надо, мы хотим. Окей, мы привезли. Неделю-две увозите. Дим, купим не килограмм апельсинов? Купи просто корзинку. У нас есть уже белый, в ней всякий хлам лежит. Будет два хлама. Корзинка Рисоторп, светло-оливково-зеленый. Оранжевый цвет. Дим, очень хочу, чтобы ты цветопередачу показал. А что выглядит прекрасно? Прям безумно красивый оранжевый. В этом сезоне это тоже тренд. У нас корзинка живет два с половиной года. У нас в белом цвете. И, честно, я ей довольна. Хлама влазит много. Изначально покупалась под яблочки апельсинки. Ну, получается так, что всякое-всячина в ней живет. Но помелче. То есть, вот кто покрупнее жопа, уже не влезет. Вот теперь показываю, что у тебя там поудобнее стало. Слушайте, я вообще не знаю, как все с ним снимать. Я к чему не подойду, в руки не возьму. Показывай. Показывай. Ёжик я. Стул. Апгрейд-терьер. Как ты думаешь, сколько стоит? Ну, подороже, чем он. Нотарье стоит тысячу. О, отарье подорожал на 100 рублей. Ну, полторы. Дам полторы. Холодно. Что, совсем холодно? Два рубля? Ничего себе. Ну, теперь показывай, что стоит два рубля, да? Давай сразу поставлю рядом стул-терье. Ну, во-первых, в двух цветах. Черный с серой обивкой и белый со светло-серой обивкой. Разгон ног. Одинаковый. Прям вот один в один. Ну, все одно и то же. У тебя только немножко сидушка отличается. Чуть-чуть. Высота одинаковая. Ширина, в принципе, тоже. И, значит, носим мы гордое название терье. Книса светло-серой. Все, я увольняюсь. Угу. Смотрите, на самом деле это тот же терье, только с обивкой. Я посидела. Удобно. Но, так как немножечко смещены планки, в отличие от классического терье, если вы крупнее, чем 52 размер, вам стул может быть тесен. То есть вот здесь попа может уже не поместиться. Но сидеть стало намного удобней за счет того, что нет вот этих полосочек. Унаследовало те же болячки, что это рье. Ну, не все. Пойдем чуть-чуть. Все. Потому что крепление все то же самое. А, ну, в этом плане, да. С этим я согласна. Я имею в виду, стал более комфортен. А не лучше ли привязать малинду к этому стулу и радоваться жизни? Ну, вот здесь хотя бы по мякушке. Ну, мякушку можно и самому сделать. И вот здесь нет полосочек. Ну, мне вот их больше нравится. А вот с малиндой он намного вкуснее. Этикетку показывай. Во-первых, ты сможешь ли этот предмет отцепить и почистить? Нет, никогда уже. Вообще механизм, ничего не предусмотрено. То есть, если мы это изгваздали, мы начинаем это тереть, мыть, это в любом случае разводы. Потому что целиком вы стул намывать не будете. А вот эти подушки можно вот, которые вот в корзинах. Ну, вот они. Можно поменять. Это ты прав. Ну, это мое лично сугубо мнение. Не претендую ни на что. Салфетка под прибор. Сомардрем. 40 на 30 бамбук. 150 рублей. Ну, это больше декор. Кстати, мне надо цапнуть для инстаграма, для фотографий. Красиво смотреться будет как фотофончик, да? Возможно. А смотри-ка. Можно ведь вот так даже поставить, да? Стык будет видно? Нет, не алло. Я попробую. Нет. Не получится. Стрелка. Вы просили, дизайнеры собрали, сборщики поставили, а мы нашли. Иданес. Обивка Гунарет бледно-розовый. У нас есть диван из Гунарет обивкой, Дима кресло с Гунарет обивкой. Соответственно, это будет сочетаться. Размер метр шестьдесят на два стоит двадцать восемь тысяч. Юрьевич, пойдем ближе. Ткань. Гунарет одна из, в принципе, неплохо себя зарекомендовавших. Но я туда не смогу подлезть. Я знаю. Нет, я расстегиваю для себя. Здесь фанерка. Так, смотри, значит, части съемные. Пойдем. Сосенушка. Сосенушка. Тут все на липучках. То есть это на случай сдачи в химчистку. Конечно, я не буду рекомендовать стирать это в стиральной машине. Даже если, в принципе, Икея это и позволяет по конструктиву. Большое высокое изголовье по принципу каретной стяжки, но в минимализме. Кровать классика. Регулировка речного дна. Два штука. По высоте? Да. Ну, классно то, что именно изголовье одно из самых высоких. Ну, не как у Лервика, конечно. Чуть поменьше. И то, что у меня денька. Где сам дешевый кровать? Который из чистой сосны. Ее, кстати, убрали. Она была вот тут. Они поменяли с нами. Очень хитрый маркетинговый ход. Цена кровати не более 5000. Обтянули тканью. Обтянули тканью. И оно, вуаля, 27. Ничего личного, братан, бизнес. Видишь, изголовье какое? То есть, оно как бы изогнутой формы. Я знаю такое. Икея может. Нет, ну на самом деле, пожалуйста, у каждого есть свой выбор. Согласен с этим? Выбор, да. Ну, я вижу, как нас на ее откровенным образом. Кровать из массива. За 27000 можно не сосенышку влепить. Обычно я докапываюсь до всего. Сегодня я. Не, на основном подписчики точно согласятся. Поверь мне. Ну, согласись, хорошо. Давай так. Смотрится классно. И все. И на этом плюс закончились. Смотрится классно? Ну да, нормально. Но не для меня. А мне нравится. Я хочу такую кровать. Хоть на третьего ребенка Дмитрий Юрьевич так и не соглашается, как вы его не уговаривали. Появился новый тренажер для младенца. Старый убральник ассортимента. Появился новый прикольный. Классивый. Классивый. Вау. Смотри, какие фишки. Вот это можно отстегнуть. Получается просто коврик-лежанка. Хотите для детеныша, хотите потом для собаки используйте. А здесь у нас зайка, мышка. Еще. Нет. Зайка-мышка, цветочек и зеркальце. Стоит 2 500. Гулигест. 2 500. Диаметра нет. О, тоже новичок. Давно его ждали. И е-теклик силуэты динозавров. Стоит на 133. Раскройте. Прорезиненный. Здесь у нас несколько динозавриков. Можно стирать. По покрытию, что скажу. Ну, вот такое вот покрытие лучше. У нас есть давний обзор по коврикам. Он, в принципе, актуальность не потерял. Вот у таких ковриков, они, в принципе, бюджетные. Легко выдирается ниточка и ковер лысеньким становится. Поэтому вот этот момент, пожалуйста, имейте в виду. Пойдем в постельку. Заглянем? Угу. Ничего нового в детской постели нету. Мяшки, игрушки, погремушки. Так, погремушка. Зайка. Серо-синий. 249 рублей. Смотри, какой зайка. Ушки не хрустят. Лапки тоже. Это слюнявчик. Или как он? Я вот помню, наши дети всегда их до выживу слюнявили. Аж прям выжимай. Зайка 399. И собака также, кстати, росла. 349 рублей. Серый-красный. Слюнявка была. Потому что мы ее заводили с собой постоянно. Каждую неделю у нас с нами ездила. Три недели после роддома. До трех недель я еще не была. Я нацепила бандаж. И мы погнали снова в Икею. Мальчики один раз попробовали съездить без меня. Мальчику не понравилось. Работа у нас такая была, да? Да. Сейчас, слава богу, с помощью сибирского она другая. Так, 650 рублей. Смотри, какой классный. Подъесть можно куда угодно. Чисто эстетически. Вот старые мобильки, да? Но они все равно такие вот жибленькие. А это такое хорошее плотное колечко. Помнишь ты, Надюш? К люстре. Дима работал водителем, я была в декрете. Он оставался иногда сидеть с Надей. Мы жили с родителями, и наша комната была в зале. Люстра в середине, под ней большая кровать. К люстре Дима прицепил мобиль, зафиксировал ребенка подушками. Ребенок лежит. Ну а как по-другому? Руками держать тяжело. Я к люстре. Вот эта штука тоже можно куда угодно. Значит, здесь зайчик, как в большом. Мышка летучая, цветочек. Очень классно, прямо тактильно. В общем, кто сам не собирается за детенышем, но есть претенденты на пополнение где-то. А если у кого из друзей и родственников есть маленькие детеныши, обязательно зайдите в Икею. Вот рекомендую игрушки на все сто. У нас, кстати, очень много игрушек осталось после Алены. После Нади Алене. После Алены мы их дарим, отдаем деткам, которые... Ну, просто отдаем. И у нас еще собака их грызет, доедает. Всем хватает. Ребенок, собака. Смотрите. У детских поингов появились новые чехольчики. Вот это, кстати, самый бюджетный цвет. А стоит подушечка эта 390 рублей всего. И я считаю, что это самый удачный цвет. Давайте в ряд попробуем это выставить в рядочек. Все четыре цвета. И тогда будет очень сильно заметна разница. И дозавра. Мне вот это больше всего нравится. И, кстати, вот эту мебель сейчас нужно доказать. Это сундвик в новом цвете. Ну да, кстати, вот такую ребристость, она такая футуристичность дает небольшое. И стоит всего 390 рублей. Пачкать не хочу. Так, пойдем. Сундвик в новом цвете появился и столики, и стульчики. Не пугайтесь, они выдерживают взрослую тетю. 2999. Сейчас стоит что белый, что серый стол. Вариант белый, серо-коричневый. Но с серо-коричневым, ребята, все туго, он выходит из ассортимента. 76 на 50. Это те, кто не хочет покупать пластиковый амут, хотят дерево. А какие моменты есть у сундвига? Облазит покрытие. У нас есть кресло-качалка из этой серии. Кстати, она живая. Вообще, сам материал, он неушибаемый. Стульчик стоит 1300. Он довольно-таки легкий. Все это на шурупах. Но со временем как бы обтирается покрытие. Ну, можно себя подкрасить. У нас Алену ухайдохать эту серию не смогла. Так, снова появилась. Ну, каждый год появляется, на самом деле, сандик. Это летняя линейка всевозможных детских аксессуаров. Лопаточки. Бюджетно очень. 99 рублей лопатка. У нас она начинает жить летом. И заканчивает она жизнь зимой. Одной лопатки хватает надолго. Очень мне нравятся вот такие вот наборчики. Всего по 199 рублей. Смотри, как эстетично упакованы. В тонком таком мешочке. Рекомендуем семейным парам, родителям. У кого есть молодые дети. Совсем. На юг. Да. На пляж. Самое то. Они выбиваемые. Очень классный пластик. У нас очень многим набором 2, 3, 5 лет. Даже от Нади еще остались. Вот это очень классный набор. Делать мороженое. Вот именно про что Дима говорил. Алена в прошлый отпуск. Папа бесконечно кормила мороженками. Здесь стаканчики. Рожки и стаканчики. Рожок и корзиночка. А в выставке? В выставке нет. Но если найдем, покажем. И вот такой набор 7 предметов. 399 рублей. В общем, если кто в России, например, то Полесье условно. Полесье гораздо хуже по качеству, чем икеевский пластик. И Икея дешевле. Вот вы нашли как раз для вас. Выставку. Вот они. Морские обитатели. То есть набор за 400 рублей. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь предметов. Три формочки. Сито, совочек и грабельки. И ведро. А самое интересное, когда вы будете на Черноморском побережье, есть маленькие крабики. Если вы на каменном пляже будете, на Гальке, там вот, соответственно, ловите живых крабиков, а потом идти на песочный пляж, уже лепить из песка крабиков. Это у нас папа с детьми нейтралистикой занимается. Кстати, очень увлекательное занятие. Рекомендуем маски взять и сачок. Сачок, обязательно сачок. Один. С детьми, я уверяю вас, целый день мама может провести спокойно, на пляже загорает. Папа будет играться. Да, папа с детьми будет сам, как маленький. За крабыненьким бегать, если он ни разу их не видел. Наш бегал. Не, ну мы не только крабиковые каких-то рябешек ловили, еще что-то. Еще что-то ловили. Да. Пластик показываю. Да, мы же во влоге показывали. Да, да, у нас есть влог. Кто хотите, когда вода поедет, смотрите наш влог. Нет, не в Анапе, в Крым когда есть. Да, в Крым, да. Можете посмотреть отрезок, когда папа развлекался с детьми, гоняясь за крабиками. Мы рано сняли обзор по кастрюле. Я не в Нижнем Новгороде, это однозначно, потому что я в шоке. У нас появились... Свет от солнца. Угу. У нас появились 10-литровые кастрюли Умберлик и, ребят, линейка просто опупенная. Икея 365. Да, зараза дорогая, 3300. Давай разбираться, за что денег. Просто я все еще в шоке стою. Грандуировка объема. Нержаве... Кстати, очень ярко выраженный риск. Грандуировочная шкала. Да, очень прям вот отчетливый вид. Ну что ж ты, фокус белый. Фокус животворящий. Ох. 10 лет гарантии, 15 лет гарантии стало. Давайте покажем. Для всех типов плиты, как индукция, так стеклокерамика, газ и обычная электрическая. Да. И можно в посудомойке ее. Блин. Вот теперь так вот точно. 28 на 19, объем 10 литров. Нержавеющая сталь. Очень классные ручки. Ручки клепанные. Добротные кастрюли. Крышечка из жаропрочного стекла. Немножко сполирну. Но сполирование. Скоро выйдет обзор по газовым плитам, индукционным, стеклокерамическим и электрическим. Выйдет. Выйдет. Выйдите, скоро будет. Так, оумберлиг. Кстати, оумберлигов очень мало. Походу разбирать надо быть на кассах приглядеться, что у людей. Оумберлиг 10 литров. Оумберлиг у нас гарантия, если я не ошибаюсь, 2 года. Она гораздо легче. Вот если сравнить. Два с половиной раза оумберлиг легче. Оумберлиг хорошее двойное дно. 10 литров. Давай разбираться. Здесь у нас у крышки дополнительный глубокий вор. То есть все в экипании уходит сюда. Стоит у нас сейчас 1800. Нержавеющая сталь. Так, газовая и варочная индукция. Стеклокерамика. Чугунную варочную панель. И в духовку можно ставить данную кастрюлю. Дима, что можно в 10-литровой кастрюле приготовить, чтобы в духовку поставить? Морщ. Старожилы Икеи, кто помнит, были долго наборы с трех кастрюль анонс за 700 рублей. Одна кастрюля сейчас стоит 500 рублей, 2,8 литра. Значит, индукция, электрическая и газовая варочная поверхность. Поближе покажем. Можно мыть посудомоечки. Стеклянная крышечка. Ручки, кстати, немного по-другому стали. Раньше весь пластик уходил вот сюда. Сейчас есть металлический переход. Крышечки лучше стали. Ну, вообще, по качественнее. Кастрюлька стала. 500 рублей. Огонь за почти 3 литра. Блин, у меня реальное ощущение, как будто это. Время с 5 повернулось, и мы в Икеи какого-то лохматого года. Пойдем, чем меня еще сегодня удивят. Линейка Consys. Появилось две еще новых формы. Здесь вообще вот такая классная форма. для духовки с решеткой. То есть, очень удобно что-то запекать. То, что не должно соприкасаться. Например, та же курица, чтобы окрыта в воздухе духовка была. Стоит она 1200, это не новинка. 40 на 32. А сейчас я хочу показать маленькие. 26 на 20, 500 рублей. Вот такими ручками для подачи. И вот такая 34 на 24. Это все из нержавейки. Довольно-таки неплохо себя эта серия показала уже. Единственное, обязательно промасливать. Я использую топленое масло для всех вариантов запекания. У него температура плавления другая. У кого у девочки уже есть такое добро, рассказывайте, как оно вам. Вообще, в Икее стало увеличиваться количество товаров. Это стало нонсенсом. За последний год мы привыкли, что у нас к шарикам проконциссия. Может, коронавирус проходит? Может, проходит, правда? Я же тебе говорила, очень много розового-оранжевого появилось. Светло-красно-розовый цвет называется. Салфетка бумажная 50 штук. Фантастикс. Это классические икеевские салфетки. Такой цвет приятный. Очень интересный для декора. Так, пойдем сейчас покажем новую термосумку, новый стакан. Новая термосумка Самар Дреон. По факту, это такая же сумка, какую обычные икеевы пускают. Только в этом году решили нас порадовать и не делать во фламингох, в цветочках, а сделать такой довольно-таки базовый цвет. Добавили еще дополнительные лямочки. Во-первых, за это можно а нести, а сюда что-то можно положить. Стоит она 1000 рублей. Наполнитель спенинный полиуретан, но это все стандартно. И здесь теперь нет никаких кармашков. Кармашки только вот здесь. Покал, новый цвет. Этот цвет уже был, друзья мои. Вот это, кстати, покалы другие. Вот синий, он еще красивее смотрится, чем бирюзовый. Изумрудный. Это синий, а это изумруд. Изумруд отдельно продается с синим комплектами. Набор из четырех штук 300 рублей. Очень интересно. Вообще, покалы это ретро. Это классический стакан, классическая грань. И при этом он уже столько лет в икеи продается. И каждый раз новые цвета, они обалденно просто смотрятся. А я тебя, Юрьевич, вижу. Вижу. Салфетка с нубик. Размер 45 на 33. Цена 200 рублей. Смотри, что мне не нравится. Капельки клея. Секундочку давайте попробуем. Где-то соплю туда шло прямо. Вот, смотри. Секундочку. Давай, не тряси себя. Ага. Почти-почти. Только ты меня трясешь, у меня фокус уходит. Так, давайте поставим. Татьяна Павловна, у нас, наверное, вечером вино полно. Меня слышно, Дим? Я могу отсюда комментировать. Давай. Дим не нашел. Нашел, пошел, пошел. Удачи. Моя душа спокойна. Ситечко для заваривания чаеки. Нам бы... А есть уже вот с заварником левее. Посмотрите, пожалуйста, есть уже. Нидербантик. В открытом виде. 150 рупий. Значит, сюда мы насыпаем. Так... Месяц без вандализма. Это... Сюда мы насыпаем чаеку. Открываем чайничоку. Никакая чайничок. Она хорошо закрывается, плотненько. Да, вот смотри. Не может разойтись. Там замочек маленький. Будем рекомендовать в Самарджем. Кафе, которое находится в городе Саранске. А нет, расходится. Не помню какой. Не реклама. Расходится. То есть, ты имеешь ввиду, высыпится, не высыпится? Да. Вот, допустим, сформировали заварочку, положили в чайник. И, может быть, от температуры оно не разойдется ли самому по себе. Вот, не знаю. И вся заварка... Сильно не крепится. В общем, кто уже цапнул, расскажите. Потому что вот она... Потому что раньше, как бы, али-дракончик был такой, как щипцы. А здесь, видишь, они, как бы, не шибко фиксируются. Вроде как, условно фиксируются, но выступ маленький. Риольсер. Нержавеющая сталь, 150 рублей. Так, кто взял, давайте, комментируйте, пожалуйста. Кто провел? Тем самым, если эта вещь хорошая, будем рекомендовать нашему кафе Горде Саранске. И пойдем в гостиницу тестить. Ну, кидаться больше не буду. В прошлый раз Дима испугался. Кельсиник. 380 миллилитров прозрачный пластик. Теперь это стакан. 99 рублей. Слушай, на самом деле удобно, куда-то на пикник, да? Чем одноразовую посуду, и смотрится стильно. Он, кстати, очень интересно грани переливается. Вот тут с виду ты не скажешь, что это пластик. Ни за что. Очень богатая вечеринка на улице может быть, да? Пам! Смотри, вот это не новинка. Ну, много лет ее не было. Условно, соковыжималка, но... Мы пробовались, особо не прижилась. Хотя, по факту, вот ты выжимаешь, через носик сливаешь. Так, мы в чехлах. Хильда Мария. Зеленый неокрашенный в полоску. 299 рублей, 50 на 50. Вот она, Хильда Мария. А я пока Кристиана подперу. Так, этого показывали в предыдущих новинках. Из Икеи я сегодня уйду. С двумя пачками фломастеров. Мы завтра снимаем в корпоративном офисе Siberian Wellness Сибирского здоровья несколько видео для предпринимателей, которые хотят в сетевой прийти. И вот с таким покрывалом. Спать буду на улице. Я шучу, спать на улице не буду. 130 на 170. Пьельмот. Насыщенный зеленый-черный. Смотри, в принципе приличный цвет. Вот эти, конечно, только штучки не отсыпаются. Конёшка непроницаемая. Ну, интересненько. 1700. По размеру? 130 на 170, да, вначале сказал он. Смотри, на первой ни капли в прямом уголе. Могли бы квадратный сделать. 130 на 170. Ну, длину, наверное, человека. Часов приглашено в вас на счастливые часы в ресторан Икея. И действует скидка 20 процентов на всю выпечку. Гардина, наверное. Беркрефта. Фактически, друзья мои, это тот же Хугат. Подробнее рассмотрим крепление. Это тот же Хугат. Но здесь более упрощенный крепежный механизм, да? Ближе к стене делается. То есть нет этой планки. Соответственно, так же можно, наверное, и к потолку ее, я предполагаю, прибить. Да. Я так думаю, что да. Я думаю, она вот так не уедет. Не, не, не хорошо держится. Плотника, да? Можно к потолку, да? Ну, видишь, кстати. Царапает? Царапает из-за того, что вот крепление затянуто, вот, да? Да. И ты вот столько содрала уже, поэтому давай прекращай. Вандалист? Ну, здесь уже люди повандалили. Вот это минус, кстати, смотри. Татьяна, это не гуд. Ну, с этим вот я согласна. В общем, вот для меня, честно, это тоже Река, тот же Хугат. Причем диаметр даже такой же. И есть еще двойной карниз, бекрефа, тоже 120 на 210, 19 миллиметров. То есть, по факту, это два карниза Река. Ну, что-то как-то такая спорная новиночка. Кто уже взял, расскажите. Потому что, если с Рекой Хугатом можно как-то что-то поменять, поиграться. Ну, блин, смотри, Тайна, сложно было какой-то пластиковый, не чопик, а буфер какой-то сделать. Ну да, потому что это вот это будет, ведь царапается. Да, да. Он не царапает, а рисует ее. Смотри, они разные цветы. Если сильнее затянуть, будет уже царапать. Фактически это только одна длина, 120 на 210. Либо вот такой вариант толстая палка, либо двойная, две тонких. Черный цвет. Кольца отдельно продается. Сюда повесили кольца сильник. И еще, Дима. Кстати, Татьяна Павловна, для меня в голове не укладывается единственный момент. Вот это крепление к стене. Почему оно такое маленькое? Шторы весят, допустим, три вида штор, да? Надо повесить два вида. Ну, в среднем, не знаю, килограмм 10 точно будет висеть. Жибло. Не в этом жибло. Очень маленькое крепление. Предыдущее, где у нас есть? Ну, маленькое, длинное. Где классика наша, да? Вот она, где столько? Вот. Убери палец. Вот она в расстоянии, чуть ли не знаю, ну, около 10 сантиметров. Ее закрепил снизу и сверху, уже за счет этого оно будет держать большую нагрузку. А тут сантиметр ровно в два раза меньше. Тут два сантиметра. Даже в три раза больше. Это должна, не знаю, какая стена быть. Смотри, вот вся крепежка. Потому что не у всех монолитные стены, бетонки, литовки, да? Чтобы хорошо держалось крепление. Ну. Странно. Данный предмет, помимо черного и белого, есть в цвете никелированном и в цвете золота. Точнее сказать, желтая медь. Это для тех, кому надо вот в друга богато, красиво, золотисто. Ребят, честно, у меня сомнения. Поэтому, кто уже цап-царап, рассказывайте. И, кстати, сирлиги, теперь еще под них тоже золото появились. Вот смотри. Гипс-картон уже под вопросом. Газоблок. Газобетон. Тоже под вопросом. Ну, там хоть и не есть свое специальное крепление, но я не знаю. чтобы вот этот дюпель-гвоздь, который идет под газобетон, чтобы они в одинаковом расстоянии вот тут были, могут выдрать. Так. Я буду рад, если будет это все держаться, но у меня сомнения. Дальше едем? Да. Поехали. 100-180 см, крючки хоть в комплект, 100-600 рублей. Для каких-то легких. Так. Вот, вот она самая часть. Откуда выезжает вторая часть. Телескопик. Ну, это тоже бюджет очка для каких-то легких гардин. Имейте в виду, что такое есть. А мы ждем очень честно и прям побыстрее ваших отзывов. Потому что меня это беспокоит, меня напрягает данный карниз. И мне кажется, как будто он на кого-то бревнется. Все прекрасно знают, что линейка Смила Блума на обычных лампочках покидает ассортимент. Сейчас последнее, что можно купить, вот такой цветок за 349 рублей. Дальше уже светодиодники. Цветок, сиреневый, облако, голубая бабочка, рыжекрасная лиса. Все они по 1300. Лиса, кстати, сейчас по family тоже. Сейчас скажу сколько. 1200 вместо 1300. Они теперь светодиодники. Но цена, конечно, поднялась намного. Раньше покупали детям в качестве баловства. По принципу, ну ладно, новую фиговинку купим, поиграешься, повисит, уберем. Сейчас уже не так часто. Мы нарыли новые абажурчики. Абажур подвесного светильника Триубната. Классный, прям такой красивый цветок. Из пластика. 800 рублей. Кстати, вот в такой плоской упаковке продается. Легко переправить куда угодно. Теперь давай по размеру. 38 см. Такое приглушенное освещение создает. Вот она лампочка. И вот еще один из такой, знаешь, полуткани. Снаружи как будто ткани, внутри пластик. Это knug schult. Почти как кухня. 33 см стоит 1300. И 42 см 1600. Стрепики здоровые. Шнур подвес отдельно продается. Единственное, что на кухню бы я не взяла. В уходе все-таки нет. Не будет будет. Куда-то чистое помещение. Пишем? Угу. Мешок plug-hest. Вот он где. Внутри коллакса. Конечно, не совсем эстетично выглядит. Но для набивания с замочком всего 170 рублей. Фактически сумка. Даже с окошечком. Реально как будто это. Кисоньку перевозить кто-то придумал. Но кисонька раздерет и выделит. Размер под коллакс. 170 рублей. Для ребятишек обновить, в принципе, можно. Удобно в эксплуатации. Выглядит так косенько, да? Крючки Besties. У нас есть клиентка, которая называется эти крючки поводок для собачки. Значит, продаются они теперь поштучно. Не продаются общим миксом. До этого они были. Все вот цвета вперемешку. Сейчас вы можете выбрать белый, черный, серый, либо вот такой красивый бирюзово-голубой цвет. Каждый по 69 рублей. Жопки. Жопки для собачки. Дим, а еще повыше. Стегнит бежевый. Можно повесить только вертикально. Почему? Да. Она так рассчитана? В общем, такая вот вешалка, 399 рублей. Ну да, если так, то не получится использовать ее по максимуму. Она металлическая, дотянуться я до нее не смогу, чтобы ее поковырять высоко. Скамья с ящиком. Корнишон. Стоит 6 тысяч. Есть из этой же серии стол-тумба, который мы в туалетных столиках показывали. Спиннингом неплохо будет смотреть. Стилистика-то одинаковая. Еще раз, вы увеличите, пожалуйста. Пожалуйста. Кстати, очень это... Грамотный ящик. Неграмотный. Хороший выезжающий парнитор. Принуждал ящик. А снизу нет колесика, случайно? Что-то там крутится. Вещик. Нет. Это сам ящик у колозьев. Размер у нас. Вон колесик. Я же слышу что-то не то. А, вон. Посередине колесик. Потому что ящик сам очень интересно выдвигается на всю ширину. Глубину, да? И он не падает. Полуфокус такой интересный, да. Потому что вот. Стоит 6 тысяч 70 на 47 на 51. Сиденье 70 на 46. Высота 47 сантиметров. Можно? В клетке играть? Можно. Стеллаж Хиллис повзрослел, постройнел и вытянулся. Стеллаж стоит 1299. На самом деле появился просто новый размер. Классического сейчас нет в наличии. 40-27 на 1,83 м. Обязательно крепить к стене. Стеллаж никогда не был особо крепким. Но при такой высоте он будет просто падать. Поэтому к стене крепить обязательно. Про это помню. А вот он классический Хиллис. Его сейчас нет в наличии. Ой, слушай, как мне эта серия нравится, но смущает жабловатость некоторых полок. Это Коль Бьер. На самом деле это не новинка. Просто даст только у Икеи это незаслуженный предмет, который далеко загнан. Считается, что это серия для улицы, сада, огорода. На самом деле использовать можно где угодно. Модуль продается отдельно. Шкаф стоит 7500, а верх стоит 5000. Полностью из металла. Вся комбинация 12,499. Смущает вот эта полка. А, все, поняла. Здесь кто-то умыкнул крепеж, поэтому меня и смущает, что она прыгает. А так я знаю просто, что у нас несколько организаций брали для определенных целей, довольны и в восторге. Поэтому, если вы ищете какой-то металлический такой надежный крепкий стеллаж, чтобы были дверцы, все дела, пожалуйста. Плюс у него полностью отсутствует острый угол. Он весь скошенный. А еще вот Лэке. Тоже забытый стеллаж для сада. И его берут домой под цветы. Это не новинка. Это не новинка, но про него все забыли. Когда был новинка, его вообще не было видно. Пойдем. Смотри, какой классный филин. Как думаешь, сколько стоит? Не ищи ценник. Дорого. 2,300. Капец какой-то. Скажи, красивая. Ну, красивая и все, положи до места. Не разбей, да? Не стоит. Вот эта икебана уже была. Вернули опять с пометкой новинка. Мне тут очень нравится икеевская фишечка. Было-стало, но новинка. А вот это набор украшений из трех штук. А где? А. Ну, короче, кто-то уже сделал. То есть, был очень в этом месяце, да? По новинкам. Много новинок и не новинок. Да, которые новинки и не новинки. Давний ассортимент вернувшийся. Вот такой наборчик. Это точно новинка. Селс-ликт. Минки. Цвет розовый. Здесь, получается, ну, типа кактусов. Ну, вот в зеленом больше эстетичнее смотрится. Натуральные. Да. Пойдем прогуляемся в вазы, Дмитрий Юрьевич. Бескофад. Подсвежки. 499 рублей. На самом деле, уже не только появился, но его уже заказывают оформители под красивые вазы. Ну да. Потому что у него есть собрат. Большой зеленый. А еще есть кувшин. Мы его показывали в предыдущих новинках. В отделе посуды живет. Господа из Индии, из алюминия, сделали вот такие красивые листья миски. 999 рублей. Черные и золото. И маленькая. 22 на 16. 400 рублей. Кстати, можно как сервировочную, да? Ну, вот это уже оригинальненько. Вот золото с черным прям вообще будет считаться прям в комплекте. А есть еще в разных размерах это. Тоже алюминий. Да, два размера. Только черные в двух размерах, а золотые в одном размере, да. И, смотри, золотых почти нет. Красиво. А я бы в паре покупал. Они в паре, наоборот, более гармоничные смотрят. Как мы с тобой? Мы хуже. Мы хуже. Ну, или хотя бы, знаешь, не два одинаковых, а черный маленький, а золотой большой. Вот, может быть, так и берут. Классика. Тагат. Это для нашей Нади. 5 минут 10, 15, 20. 1300 часы 38 сантиметров. Мы уже этот вопрос с вами обсуждали. Нам все сказали, что ничего страшного, если подростки время только по электронным часам определяет. что-то. Ой, ты боже мой. Ой, ты боже мой. Кто это? Знакомь. Ты кто? Будильник с подсветкой 1800. Фнура. Фнура. Хорошо, Фнура. А как тебя, допустим, включать и как понимать, что я включил столько-то времени? Зарядничек. 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 Ночь, типа день, музыка, будильник с подсветкой. Блин, давай разбираться. Надо поизучать. Ничего нету. Вот на самом деле минус, что нету никакой инструкции. По чем он стоит? 1800. Как его включить? Может отдельный обзор запилим по этому предмету. А как? Купим, а потом вернем. Хитрый. Давай. Или завтра вернем. Сегодня в гостинице мы это. Поизучаем? Да, завтра вернем. Как, чего? Подключиться к нему. Здесь вижу, что Type-C. В общем, у кого уже есть, рассказывайте. Или мы и расскажем. Да. Скорее всего мы. Новая картина из линейки Пьетерит «Дикие лошади». Офигенно просто. Вот удачный момент. Вот пойман был фотографом. Чувствуется движение. Вот прям. Никак по-другому. Можно смотреть на эту картину, в принципе. Долго. Очень долго. Но другие картины я не могу посмотреть на картину. Например, вот этот. Семьдесят на пятьдесят стоит тысяча. Дальше. Сидящая женщина, а холст отдельно, рама отдельно. Ну, я помню, что была размером поменьше. Да. Лайфхак от Димы все знают. Кто они знают. Брусочек маленький. Да. Делаем в виде квадратика. Я хотела сказать, смотрите рум-тур, который мы у Маши снимали. Да. Или так. Или так. Так. Не пропустить бы ничего. Потому что обидно, если какую-нибудь пару новинок пропустишь, а вроде как в обзор входили. Обзор, конечно, получился небольшой. Потому что не все новинки еще успели в Нижний Новгород приехать. Но тем не менее. У Пьетрит еще одна новинка. Картина девять штук. Побережье. Общий размер сто семьдесят девять на сто двенадцать. Но вообще можно использовать где хотите и как хотите. Тоже красивые живые фото. Мне нравится. Местами даже где-то Крым напоминает. Дикость вот эта, да, не обузданная. Трехтворчатое зеркало синебрю. Цент уже увидел. Да, и мне, во-первых, это интересно. Смотри, в это крючочки под украшение. Это не для меня. Хотя, после крема... Теперь для тебя. Смотри, не покажись ни в одном зеркале. Не-не-не. В течение месяца вы меня не увидите. Вот такое зеркальце. Необычное, интересное и очень качающееся. А его еще и прикрутили. Наверное, потому что падает. Чтоб не убежал. Не знаю. Сомнительная новинка. 3500. Что-то похоже был только в черном цвете. Вот, как напольное зеркало. Кнапер, оно и есть. Да. Нет, не кнапер. Кнапер это белое. И было и есть кормосунт. Но кормосунт устойчивее. Вот, у этого ножки такие, как будто тоненькие. Жить-то хочется. Пойдем еще в кашпо загляну. Там точно новинки. А вы купили животное для детей? Рекомендую. Особенно сейчас лето. Волазит всякие тракашки-пукашки. Можно кормить этому цветочку. Ну, для всех рукожопов страны, таких как я, у кого не растут деревья бонзай. Даже пластиковые. Даже пластиковые. Вам посвящается. И мне тоже. Цены нет. Выглядит классно. Подозреваю, рубля два будет стоить. Потому что уже более натуралистичен. Сделано братьями-китайцами 7 декабря 2020 года. Честно, мне очень нравится. Муж. Нуня? Нуня. Нуня? Нуня. О, смотрите, какой муж сказал. Нуня. Раз говорит муж Нуня, надо цапать. Так, и еще одна новинка. Металлическая кашпо. Омфонг. Омфонг есть в оранжевом цвете. Очень насыщенный, красивый синий цвет. Можно просто обновить цветочки, только поменяв им одежку. И еще одна новинка, не новинка. Фейка. Искусственные растения в горшке. Ну, будем считать, что это ветка сакуры. Да. Стоит 3400. Кстати, розы разбирают кто давно хотел. Остались вот прям всего две штуки. Почему разбирают эти розы? Их ставят в горшок и выглядят как хороший розовый цветущий куст. Имейте это в виду. Вот муж цветы не дарит, даже не знает, какие я люблю цветы. Пластиковые. Пластиковые. Да, пластиковые. Пластиковые. Гортензия. Смотри, какая классная. Кстати, есть очень хорошего качества. Вот, например, гортензии прям идеальные. Ну, с живыми цветами не всегда угадаешь, поэтому рекомендую такие вещи покупать самостоятельно. В принципе, друзья мои, все. Все, что хотели, мы показали. Поэтому делаем стандартные для ютуба действия. Лайк, подписка. А кто еще не перебежал на рутуб, мы туда уже, кстати, убегаем. Ну, пока я аффекты не вижу. Ну, Дима, на всякий случай. Ну, если кто есть в рутубе, ищите нас там. Я потихонечку все видео перезаливаю туда. Потому что есть слушок, что скоро ютуб закроют. И будет у нас отечественный ютуб под названием рутуб. Надо готовить платформу. Потому что он резко и неожиданно воскрес. Вот что. А это настораживает. Как и киевские новинки, которые не новинки. Да. Друзья, рассказывайте, что уже из новинок или не новинок вы купили. Мы будем рады вашим комментариям. И для тех, кто не знает. В Саранске мы находимся на большевистской 85. И у нас сейчас акция на доставку. И обязательно подписывайтесь. Потому что, смотря по аналитике, я вижу, что большинство смотрит нас, не подписавшись на канал. Это обидненько. Давайте лучше подпишемся. Все.